Не забудь подписаться, и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день. А сейчас пристегивайся, садись поудобнее, и мы начинаем. В этом небольшом очерке я бы хотел обсудить некоторые, на мой взгляд, важные вопросы относительно того, что такое истинное просветление. Также я бы хотел предложить простой, универсальный и естественный способ, при помощи которого можно быстро прийти к пониманию своей природы. Ибо сознание современного человека уже созрело для этого. Все, что я буду говорить, основано на моем собственном опыте и пережито мною как непосредственный факт. Я очень хорошо понимаю, что значит ходить вокруг да около и не видеть очевидных, как потом становятся понятны, вещей. Но что поделаешь, это часть пути. Единственное, что я могу сделать, это попытаться сократить для вас этот путь настолько, насколько это будет в моих силах. Итак, начнем. Есть два уровня, на которых мы можем существовать. Уровень непрерывного потока мыслей, который еще можно назвать уровнем опосредованного восприятия окружающей нас действительности, миромышления. Уровень непосредственного восприятия и непосредственного выражения того, что происходит в окружающей нас действительности. И это два совершенно разных плана восприятия. И они никогда не пересекаются. Да, иногда можно усилием воли и сосредоточения проникнуть на уровень, который ближе к непосредственному видению. Туда, где живут сверхъестественные способности. Но это видение в любом случае будет очень размытым и ограниченным. И в целом оно по-прежнему будет далеким от непосредственного восприятия. Но есть мост. Великий мост, по которому мы можем ходить с одного плана на другой и обратно. Раньше его называли «темная ночь души». Великая смерть, пустота или бездна. Звучит страшновато, но бояться нечего. Просто после просветления обычно мало кто затрудняет себя логическим мышлением. На самом деле это просто перефокусировка нашего сознания. И от этого моста нас отделяет стена в виде непрерывного потока мыслей. Вся информация, которую мы получаем из внешнего мира, обрабатывается в нашем головном центре – мозге. Но каким-то странным образом эта самая важная часть нашего тела оказалась окутанной паутиной мыслей, которые не позволяют нам напрямую считывать информацию, поступающую к нам со всех сторон. Таким образом, вода мокрая, но мысли не знают подлинную мокроту, ибо они никогда не намыкают. Камень твердый, но в мыслях он никогда не бывает реально твердым. Цветок красный, но мысли не знают, что такое красный цвет. Вы сойдете с ума, пытаясь дать определение красному цвету, или достигнете просветления. Люди живут в законсервированном виде, окружая себя идеей безопасности, полагаясь, что таким образом они застрахуют себя от случайностей жизни. Но парадокс как раз в том, что только после окончательного пробуждения вы можете чувствовать себя в безопасности, так как только тогда все случайности перестают быть таковыми. Ибо если ты не готов ни к чему, то ты готов ко всему. Что же это за тайная техника созерцания стены, которую Бадхид Харма, родоначальник Цзин, передал своим последователям? Такой человек, как Бадхид Харма, не будет сидеть как идиот, уставившись в нелепую стенку. Он слишком живой для этого. К тому же он уже был к тому времени просветленный, иначе какого черта он бы приперся в Китай. Но посмотрите. Прямо перед вами стоит стена, состоящая из постоянного шума в голове. Это непрерывный внутренний диалог. Посмотрите на чашку. Разве так вы ее видели в детстве? В таком тумане. Я не понимаю, как это случилось, но даже сама суть всех религий Цзин упускает сегодня один очень важный момент. Я уверен, что в начале развития Цзин люди по-другому понимали тайную и, на мой взгляд, величайшую технику созерцания стены, которая вовсе не является техникой как таковой. На сегодняшний день в Цзин работают двумя путями. Первый Цзин'sival Ждут, пока стена обвалится сама. Лет через пять – тридцать, если повезет. Плюс длительная темная ночь души ближе к концу. Второй Канл Доведение ума до полного изнеможения И длительный период темной ночи души и мрака А то и дурка, и внезапный прорыв через стену Но самое важное, что даже после саттери И в первом, а во втором случае Требуется длительный период практики В случае дзадзен, то это несколько саттери Разных по глубине И прохождение многих уровней преодоления двойственности Так как стена падает постепенно В случае с Кааном та же история И кажется, что нет какого-то глобального понимания в обоих случаях Того моста, который связывает между собой мир мышления И мир непосредственного восприятия Уша, великий мастер, постоянно настаивал на наблюдении свидетельствования ума Но его никто не слышал Люди просто не врубались Они сидели, наблюдали, но все тщетно Я тоже когда-то пробовал И все закончилось абсолютной пустотой ума Но это был ум, хоть и пустой Но на самом деле он не пустой А просто кажется таким Это бессознательное состояние Почти смерть И это труба На пути встречается также состояние высшего мастерства Спокойное, бдительное, осознанное Это уровень, когда ты становишься хозяином своих мыслей и действий Здесь-то многие застряли Но в любом случае это не истинная трансформация Так что же делать, спросите вы? Ответ Решительное Целенаправленное непосредственное воздействие На то единственное, что является преградой к реальности На стену Стену мыслей Нужно разбить ее в дребезги И поверьте мне, нет ничего проще Это нужно сделать только один раз Когда я это сделал Я не смеялся, как многие Будды А просто недоумевал Так просто И это все Мой путь начался семь лет назад Я некоторое время увлекался теорией шиолиньского кунг-фу Но сразу понял, что за всем этим стоит какое-то удивительное учение дзен И тогда, как сейчас помню Я купил книгу Маслова Письмена на воде Первые наставники Чань в Китае Прочитав ее за пару дней Я понял, что вся проблема в самом мышлении И тогда я в первый раз сел И начал смотреть прямо на мысли Чтобы понять, что это за явление Через 20 минут они стали таять Становиться все тоньше и тоньше И я остановился Я честно испугался неизвестности И решил бросить все и понять, что же такое просветление Что это было за поиск? Я пережил массу негативных и позитивных состояний И постоянно меня каждый раз отбрасывало к состоянию я есть Или души Неужели это все, думал я? Но ведь это очень примитивно Внутренняя сила, некое внутреннее мастерство есть Но кайфа от Вселенной никакого Определенная гармония с ней есть Но это все просто нудно И я опять бросался во все тяжкие У меня никогда не было мастера Точнее, моими мастерами Были все те книги, которые я читал с упоением Размышления плюс эксперимент Стали всей моей жизнью Невероятные вещи происходили время от времени Которые иначе как волшебством я назвать не мог Но все это часть пути И нужно было идти дальше Я внутренне чувствовал, что есть что-то гораздо лучшее И меня туда тянула какая-то неведомая сила Но пережив множество разных состояний Я понял, что застрял И тогда я решил, что буду читать и размышлять до тех пор Пока я все не пойму А потом сделаю последний шаг Было промежуточное состояние Когда мне казалось, что во мне наконец-то случилось истинное понимание И было ощущение, что все, что есть Это одно единственное сознание Которое дает начало всему И куда все уходит Но это состояние немногим лучше всех других И эти все чувствования энергетических вибраций Вселенной быстро надоедают Если честно, то меня тянуло к чему-то волшебному И я отчаянно искал это Откуда столько самых разнообразных состояний? Почему все так непостоянно? И меня вдруг осенило Ну, конечно же, измышление Все, что я думаю, происходит Стоит уцепиться за одно единственное слово И меняется состояние И тут я впервые по-настоящему осознал Какая же пакость этот внутренний диалог Я сам создаю вокруг себя стену из понятий Так ни разу не приблизившись к реальности К тому, что есть на самом деле И вот я стою, как идиот, тем самым памятным вечером И понимаю, что семь лет назад я был у самой цели Я был в шоке Вся тягомотина с поиском возникает от того Что человек был раньше не очень разумен Семь лет жизни потрачено впустую И я пошел на пролом Первое, что я понял Что в этот раз у меня в голове гораздо больше мусора, чем тогда И этот мусор сильнее Но это только первые 30 минут А потом все идет, как по маслу Что же нужно делать? Смотреть прямо в лицо врагу На стену мыслей И это пока что враг Ведь за ним открывается волшебный мир У нас в мозгу непрерывный поток мыслей И мы постоянно какую-нибудь хватаем И начинаем ее мусолить, думать Потом выбрасываем эту и хватаем следующую И так без конца Сейчас же мы будем видеть, как мысли приходят и уходят Но мы не будем хватать какой-нибудь из них И думать ее Через 10 минут они становятся все тоньше и тоньше И через час-полтора вообще похожи на строки электричества На поверхности коры головного мозга С промежутками легкого шума в голове Поза любая Не имеет значения Мы воздействуем непосредственно на преграду Важно Первый час глаза должны быть обязательно полностью открыты Так работает внимание А дальше как получится Все остальное здесь будет непосильным излишеством Я сказал всему, что знал до свидания И сидел на кухне с включенным светом На стуле, опершись локтями на колени И смотрел вперед на пол с полностью открытыми глазами Но не поймите меня неправильно Внимание было направлено на мысли, а не на пол Жена и дочка смотрели в комнате телевизор Несколько раз моим мыслям удалось завладеть моим вниманием Но я вовремя осознавал это и отпускал их полы тебе дальше Ко мне подходили, то жена, то дочь Что-то говорили Я отвечал короткими фразами Иногда ходил по кухне, выходил на балкон с женой покурить Но процесс отделенности от мыслей не переживался И моя семья даже не подозревала о том, что происходит у меня внутри Я не вдавался в слышимое, видимое, высезаемое, вкусовое и в обоняемое Все эти два часа Поскольку в этом задействованы сами мысли Именно так происходит очистка наших органов чувств Их внутренняя гигиена Затем мы легли спать Процесс продолжался уже лежа с закрытыми глазами Электричество все еще бегало по поверхности мозга Внезапно где-то через час С исчезновением последнего электрического разряда На поверхности коры головного мозга Ситуация резко изменилась Случился внезапный прорыв Последний кирпичик стены упал И ощущение такое, как будто ты падаешь в бездну Это подобно американским горкам И это круто Вот это настоящий экстрим И здесь-то собака и зарыта Процесс падения в бездну длится всего каких-то 30 секунд У кого-то может быстрее, у кого-то может чуть подольше Не бойтесь Это просто закон инерции Энергия сознания давит на стену В данном случае состоящую из мыслей И когда стена разрушена По инерции сознание продолжает двигаться вперед И потом резкий возврат к самому себе Оно начинает осознавать саму себя Свой источник И вот тогда-то вы впервые открываете тайное семя Из которого возникает действие или не действие И вся шутка в том, что внутри, с самого начала Ничего искать и не нужно было Мы и так там окажемся в конце концов А вот куда действительно стоит пробиваться Так это наружу Ибо на самом деле вы там еще никогда и не были Разве что в раннем детстве Я лежал и понимал, что я есть чистое сознание Отдельное от тела, от мозга И вообще от чего бы то ни было Становится абсолютно ясно, что это состояние бодрствования Может продолжаться всегда Если вы не прикажете мысленно себе спать Я продолжал так пребывать с закрытыми глазами У самого источника жизни около часа Внезапно осознание источника переключилось на внешний мир И в этой торжественной тишине Все звуки ночью вошли в меня Стерев с лица земли последние желания Быть я или еще кем-то Я сам не знаю, почему Не хотел открывать глаза И просто слушал и слушал звуки ночи Наконец я спросил себя А что будет, если просто заснуть? И я стал погружаться в мягкий сон Утром, когда я встал Мир уже не был тем, что был раньше Я вдруг сразу понял, что имел в виду дзенский мастер Когда говорил В мире нет ничего такого, что могло бы не нравиться Далее я понял, что в этом состоянии Невозможно думать абстрактно В отрыве от вещей и событий Возможно только выражение с помощью слов А не объяснение Своего опыта проживания жизни И взаимосвязи с вещами Да и желание что-то объяснять исчезает Ибо то, что предстает перед вами Это все равно, что попасть в детство В сказку В волшебный мир И вместе с тем истина открывается вам Как абсолютная простота И естественной жизни Это искренний мир Сама правда жизни Все вдруг становится понятным И до смешного простым И в этом мире не существует И самого просветления Оно уже до лампочки И эта странная легкость Как будто гора упала с плечи И вы знаете Слово просветления Очень точно описывает то, что происходит Это как будто бы со всего мира Сразу стерли толстый слой пыли И мир стал очень насыщенным красками И какой-то очень интенсивный В своем взаимодействии Это ощущение Как будто ты становишься Всем, на что ты смотришь Все, что ты видишь Ты просто становишься Самой сутью всего Что отражается в тебе Именно отражается Ибо ты к этому уже не прилагаешь Никаких усилий Да, мистики дали хорошее определение Этому состоянию Сравнивая его с чистым зеркалом Я уверен, что большинство людей Могут это сделать сразу И часа через три Они свободны навсегда А если не получается сразу То нужно потратить несколько дней На то, чтобы приобрести Этот простой навык Внимательно смотреть на мысли И только на мысли Все остальное заблуждение Идет из головного центра Мозга И если уж и нужно Чему-то учиться, то только этому Это очень простой навык Он встроен в вас И вы его уже отлично знаете Только вот вы никогда Им толком не пользовались На самом деле Это даже не навык Это вы сами и есть Тут важно не думать о смотрении А именно смотреть Это просто внимание А не какое-то там Супер сосредоточение Но это все равно Внимание И это очень важно Вы не вяло ждете Пока все мысли пройдут Они никогда не пройдут Вам будет только казаться Что они прошли Результатом будет Либо бессознательное состояние Похожее на смерть Либо вполне бодрое состояние Когда перед вами будет Лишь пустой экран Это значит Что на какое-то время Вы умиротворились Нет, это не поможет Мысли нужно сторожить Как бдительный сторож Охраняй свою территорию от воров И именно это, на мой взгляд И есть древняя тайная методика Созерцания стены Это пристальное внимание Начинается Настоящее искушение И соблазнение Могут приходить Гениальные идеи в голову И они действительно гениальны Наверное, так и делались Величайшие открытия в мире Могут прийти мысли Что ты уже все понял В просветлении И тебе надо только сесть И все обдумать Если это не работает То очередь магических идей И, наконец, житейских И сексуальных Но у всех, естественно, по-разному Часто могут появляться Различные страхи Типа Что ты делаешь? Остановись! И так далее Но это не работает Мы не дадим Враг не пройдет Перед нами Вселенная И тогда весь процесс Занимает не больше трех часов А сложно только первые 30 минут Потом просто тупо ждешь Когда все закончится Опыт показал Что бурение стены мыслей Раз и навсегда Решает важнейшую Для искателей проблему Темной ночи души Ведь ее продолжительность Полностью зависит От того Ждешь ли ты Пока стена упадет сама Или ты ее ломаешь Неким тонким усилием Которое, как вы потом поймете И есть ваша изначальная природа И естественно Когда все закончится Никакие усилия Что же касается ощущения падения в бездну И все же будут не нужны Это просто сама ваша природа Рвущаяся на свободу При таком вот давлении В случае, когда стена падает Создается почти мгновенный момент инерции И сознание летит обратно к себе Она светит как солнце Которое освещает все вокруг Но и себя тоже Что же касается ощущения падения в бездну То никакой бездны на самом деле и нет Это просто перефокусировка сознания Состояние сосредоточенности на мыслях На постоянном внутреннем диалоге Мы переключаемся на видение реального мира Также немаловажно Что теперь вы точно знаете Как ходить между двумя этими планами Мышления и непосредственного восприятия Через эту бездну И теперь это происходит достаточно быстро Остальные пути к просветлению Часто вызывают недопонимание И боязнь этого великого моста В большинстве своем люди не умеют ходить туда-сюда И не знают, как это делать Они начинают бояться логического мышления Также большое значение имеет то Что после естественного прорыва через пелену мыслей Не нужны никакие этапы дальнейшего углубления Или оттачивания своего просветления Так как прохождение через бездну Полностью очищает ваш мозг Именно мозг Не память Память остается вся Вы ей отлично можете пользоваться Просто эта сеть электрических разрядов Которые мы осознаем как мысли И которые постоянно приковывают наше внимание к себе Тем самым отвлекая нас от реальности Исчезает Мы устраняем только эту сеть Которую скорее можно назвать информационной инфекцией Которая как мешок накрывает наш мозг А это и есть инфекция Просто о ней мало кто догадывается Так что ваш мозг по-своему болен Его постоянно Как вы потом поймете Атакуют эти электрические Ну типа того Разряды После очистки мозг перестает думать Так сказать сам по себе Вне зависимости от вашего желания Он теперь ждет ваших указаний Это просто отделение себя Как чистого сознания От материального мира Тела И соответственно мозга А потом вхождение В этот же мир В это же тело И в этот же мозг На разных уровнях Как мышление Так и непосредственного восприятия Разумеется Что во время всего этого Разодождествления Вы все время Все равно находитесь в теле А где же еще вы можете быть? Зачем же отделение это нужно? Спросите вы Но это та же гигиена Но на более глубоком уровне При отделении сознания от всего Вы все равно находитесь в теле Хотя вы его почти не чувствуете При этом происходит очистка И сознания И мозга И тела И для вас Всего мира И эта очистка происходит Через бездну Или лучше сказать Через перефокусировку сознания Теперь вы вернулись И все стало чистым Пользуйтесь чистым мозгом Чистым телом Чистым миром Являясь при этом Чистым сознанием Мало того Теперь вы можете Использовать свой мозг Не на 15% Или сколько там Но на все 100% Вы как чистое сознание Теперь хозяин Всему этому Но называть это сознанием Теперь очень примитивно Энергия Так же не подходит Это гораздо большее явление Нет слов для его описания Это просто Как говорят в дзен Оно После процесса полной очистки Все начинает работать Просто идеально Тело Мозг И хозяин всего этого Вы А точнее Ваш громадный потенциал Который до этого Был спрятан под листьями И это оно Индивидуально И все-таки За пределами Как личности Так и души Парадокс Но это не имеет Потом никакого значения Это очень приятный парадокс Это просто ощущение Что ты играешь Со всеми вещами Вокруг тебя А вещи играют с тобой До вселенной Я еще не дошел Не было времени Да и не хочется Пока и так хорошо Это знание В чистом виде Это высшее знание Его возможности Похожи безграничны Если кто-то говорит Что он вдруг внезапно Все понял И стал просветленным Не верьте им Окончательное просветление Случается Только после прохождения Через бездну Это абсолютно другой Уровень восприятия Нашего с вами мира Это безмолвное знание Вы не можете быть Просветленным В этом мире мышления Потому что это сразу теряется Я сейчас спешу из ума Абстрактными Логическими понятиями И поэтому я сейчас Не просветленный Если я захочу войти В мир просветленного видения Мне придется пройти Через бездну И так всегда Но теперь это так же просто Как пойти умыть лицо И само слово Просветление Теряет всякий смысл Откуда взялось Это понятие Пустота Когда люди переживают Уровень смерти Это все равно Что внезапно Выключили весь мир А потом Через какое-то время Так же внезапно Включили В древности Просветленные Судя по всему Не утруждали себя Абстрактным Логическим мышлением И выражали Конкретный опыт Да После возврата С уровня смерти Первое Что приходит в голову При выражении опыта Так это слово Великая пустота Хотя это определение Абсолютно неадекватно Скорее это нечто Но если бы люди Нашедшие истину В прошлом Все-таки себя Черт возьми Утрудили То не было бы Такой путаницы От которой Пострадало Столько людей За всю историю Поиска истин Так вот Если подумать Над своим Пережитым опытом Так называемой Смерти Абстрактно И логически Рассмотрев его Так сказать Со всех сторон То все Что мы там видим Это все Существование Вместе взятое И находящееся В равновесии Когда все Отрицательное И положительное Во всей Вселенной В сумме Дает ноль Но это Чистое переживание И оно Приходит Как подарок Совершенно неожиданно Наше тело И мозг Являются Как бы Линзой Которая Фокусирует Наше На самом деле Абсолютно Открытое Со всех сторон Сознание На этом Известном Нам мире И когда Тело и мозг На время Отпадают Мы Способны Отражать Целое Так что Смерти Нет для нас Изначально Просто Разные Способы Вечной Жизни В различных Условиях По поводу Того Что случается С просветленными После смерти То у меня Есть очень Странное Подозрение На этот счет Я еще Не уникал В этот вопрос Вообще Но мне кажется Что нам Следует Очень внимательно Присмотреться К аутистам То что Известно Как аутизм Чье сознание Во многих Случаях Просто Непробиваемое Для внешнего Воздействия Но это Только догадки И не хочется Пока идти Дальше этого Мне кажется Что суть Не в том Что просветленный Растворяется В существовании После смерти Не думаю В нем Нет ничего Особенного Чтобы он Это заслужил Его Скорее всего Кинет обратно На землю Суть Как раз В том Чтобы при Каждом Следующем Возвращении Жизнь На земле Становилась Все лучше И лучше Именно С этой целью Мы распространяем Свои учения Чтобы это Была Цивилизация Творцов В истинном Смысле Этого слова Но не в смысле Однобокого Взгляда Многих Просветленных Настоящий рай Который мы Постепенно Создадим Пройдя Через Стьма Ошиб Какой Смысл В чем-то Растворяться Если еще Даже В районе Пожа Да и В чем Растворяться Ибо Нет Никакой Пустоты Которая Где-то Висела Отдельно От всего И В которой Можно Было Это Сделать Есть Нечто Можно Назвать Это Вселенским Разумом И Это И Есть Все В Отдельности Взятое По Большому Счет Это То Самое Отдельное Существование Человека Но На Другом Уровне И Я Считаю Что Уровни Одинаково Важны Наука Также Очень Важна Не Забывайте Об Этому Гармония Если Вы Разумны Точно Так Же Может Вам Надоесть Но Надо Знать Все Стороны Своей Жизни Просветление Это Просто Понимание Взаимосвязей Существующих Во Вселенной Всего Совсем Я Не Верю В Теорию Единого Сознания Из Которого Якобы Все Приходит И Куда Все Якобы Уходит Нет Это Кладбищенская Теория И От Нее Дурно Пахнет Я Уже Не Говорю О Представлении Существования В виде Театра Одного Актера Нужно Просто Смотреть В Лицо Фактом Это Всего Лишь Наша Естественная Жизнь Которую Мы Сами Открываем Для Себя И Эта Жизнь Также Является Только Частью Целого В Которое Входит И Не Естественное Если Это Слово Вообще Подходит Существованию И Дальше Этого Ити Не Стоит Особенно Тем Чьи Мозги Недостаточно Хорошо Развиты И Меня Поражает Тот Факт Какими Беспомощными Выглядят Прозветвленные Учителя Которых Обслуживает Всем Необходимым Большая Группа Искателей И Которые Пугают Своими Глазами Фарами Обычных Людей И Мне Очень Хочется Верить Что Есть Люди Истины Творцы С Большой Буквой Которые Работают Тихо В Одиночестве На Благо Будущего Человечества Пытаясь Принести В наш Мир Что-то Новое И О Которых Мы Просто Не Знаем Индивидуумы Которые Живут И Обеспечивают Себя Сами А Не Просит Милостыню Продавая Сво Учение Это Великая Тайна И Ее Невозможно Разгадать Ею Надо Только Жить Принимая И Проживая Все Ее Проявления Да И Еще Один Печальный Факт После Осознания Истины Становится Понятно Что Многие Личности Как Современные Так Из Далекого Прошлого Явно Переоценили Состояние Своего Сознания Так Что Будьте Очень Осторожны А это Очень Трудно Чтобы Не Погрязнуть В Какой Нибудь Духовной Трясине Там Где Есть Духовность Там Нет Просветления Да И Еще Пару Слов В Ближайшем Будущем Человек Не Будет Иметь Права Называть Себя Ученым Если Он Не Будет Способен Работать На Двух Уровнях Мышления И Непосредственного Восприятия Его Понимание Будет Очень Неограниченным Да И Вообще Будущее За Все Объемлющим Человек Секс И Молчание Отношения И Одиночество Это Прекрасный Мир Наш Дом И Мы Должны Попытаться Понять Все Его Оттенки Все Стороны Итак Подведем Итог Когда Вы Примите Решение Что Настал Ваш Час И Вы Всем Своим Существом Хотите Вырваться На Свободу Помните Главное Ни Одна Ваша Мысль Не Является Правильной Все Ваши Мысли Абсолютно Неверны Работайте Тихо И Аккуратно С ювелирной Точностью Как Искусный Взломщик Взламывая Тайные Замки Существования Вообще Если Вы Считаете Что Вам Все Равно Нужны Какие-то Техники Или Как-то Себя Нужно Подготовить Собраться Силами То Помните Что Вы Дурачите Сами Себя Точнее Ваш Ум Начал Опять Водить Вас За Нас Или Вы Просто Этого Не Хотите Так Будьте Честны С собой И Не Мучайте Ни Себя Ни Других И Еще Раз Повторю Прорыв Через Стену Мыслей Посредством Внимание 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 Которое Сожжет Их Не Является Искусственной Техникой Ибо Внимание Это И Есть Ваше Существо Рвущиеся На Свободу Но Ибо В Реальности Вы Там Еще Никогда И Не Были И Многие Вряд Ли Захотят Возвращаться Из Мира Таковости Таких Ненормальных Как Я Мало Многим Покажется Это Идиотизмом Вернуться Обратно В мир Как Многие Почему-то Считают Иллюзией И Они Будут По-своему Правы Но Я Предпочитаю Иметь Все И После Просветления Мышление Перестает Быть Иллюзией Оно Уже Имеет Совершенно Другую Силу Оно Непосредственно Связано С Вашим Существом И Фактически Оно Впервые Становится Истину Вашим Одной Способности Исследовать Обстоятельствам Недостаточно Иногда Нужно Сесть И Подумать Может Быть Открыть Что-то Новое В науке Что Принесет Пользу Всему Миру И Вообще Если Человек Застрял В Просветлении То Он В Некотором Роде Недоразвитый Так Как Это Другая Крайность Он Даже Телевизор Не Сможет Нормально Посмотреть С Семьей Так Как Он Вышел За Пределы Всего Этого Ему Просто Неинтересно И Непонятно Не Говоря Уже О том Что Включить Память Для Него Становится Серьезной Проблемой Да Да Уж Здесь Послушайте Очень Внимательно Забудьте О Боге Забудьте О Дау Небытия Нет Вообще Есть Только Вечное Существование Пребывающее В вечном Равновесии Естественное И Есть Сверх Естественное Я написал Все Что Хотел Фактически Сбросил Груз Плеч Не Привязывайтесь К моим Словам Слова Не Могут Точно Отразить Суть Того Что Происходит На Самом Деле Не Задавайте Глупых Вопросов Все Вопросы Глупые Действуйте Решительно Как Ураган Сметающий Все На Своем Пути И Да Поможете Вы Себе Сами И Это Еще Не Все Задавайте Вопросы Наши Эксперты И Постоянные Зрители Стараются Отвечать На Все Комментарии Также Проверьте Не Забыли Подписаться И Поставить Колокольчик Чтобы Получать Оповещения О Новых Аудиокнигах И Других Полезных Для Саморазвития Материалов Которые Выходят У нас Каждый День Присоединяйтесь К дискуссиям Не Забывайте Про Лайки По Возможности Вдохновению Поддерживайте Понравившихся Авторов И Развитие Канала Материально Все Ссылки Как Всегда Будут В Описании И Первом Комментарии Всем Добра Любви И Мудрости А Сейчас Переходите К просмотру Следующей Части Данного Видео По Ссылкам Ниже Или Выбирайте Среди Тех Которые Увидите Перед Собой На Экране